Ешь, учись, играй в регби! Под таким девизом в Иванове прошел первый турнир регбийной школьной лиги. Учащиеся пятых-шестых классов попробовали свои силы в новом виде спорта. Областная федерация регби готовила ребят и их учителей порядка трех месяцев. Тренировки, мастер-классы – все это для того, чтобы 10 команд в этот день вышли на поле и сыграли в регби. Любое новое для ребенка всегда воспринимается как «Вау! Это круто! Я хочу там быть первым!» Поэтому им нравится, честно нравится. Они прямо довольны, они хотят выигрывать. Нас с уроков еле отпускали, то есть давайте еще и еще. Поэтому надеемся, регби приживется в школах города Иваново, Ивановской области. И будут хорошие команды, полноценные турниры будут. И будем ковать будущих звезд российского регби даже. Игра для детей без физической борьбы. Соперники не контактируют друг с другом. Вместо захвата – срыв ленточки. Это называется ТЭК-регби. На поле 5 игроков, еще 7 человек запасных. Участвуют те школы, которые сумели совместить тренировки и учебный процесс. Учебный процесс мы вписываем. У нас есть небольшой ресурс. То есть мы можем менять, добавлять дополнительные занятия, проводить на физкультуру. И мы включаем регби туда. А также у нас школа является кадетской. И в качестве воспитания боевого духа, у нас люди же готовятся потом служить в вооруженных силах. Я считаю, что наиболее подходящий вид спорта – это регби. В финальной схватке 62-я и 36-я школы. Последние оказались чуть более ловкими и быстрыми. Могу оценить нашу игру. Нужна тактика и больше сил. Больше скорости и больше всего. Противники здесь были достаточно сложные и побеждать было нелегко. Все участники первого турнира школьной регбейной лиги получили грамоты и футболки на память. В каждой команде определили еще и лучшего игрока. Ну а для тройки лидеров, конечно же, были приписаны кубки. Елена Белова, Анатолий Логинов, РТВ Иваново.